Дагестан Наверное самая первая тема Которую у всех на слуху Это экономический кризис Падение цен на нефть Изменение курса доллара и евро Как эти показатели Отразились на Дагестане Вы знаете у меня есть такой принцип Раньше выстрелы не надо падать Поэтому В этой ситуации тоже Не надо впадать в панику Вот на днях я встречался с Кудриным Он приезжал в Махачкала А вечером у меня ужинали И я ему говорю Алексей Леонидович Ты наверное не помнишь Я помню Когда я был в правительстве Российской Федерации Мы обсуждали Если будет 11 долларов За баррель Мы удержимся Если будет ниже 9 Мы грохнемся Если будет 20-22 доллара за баррель Мы выведем страну из кризиса Вот Надо исходить Из этих моментов Из этих моментов Которые мы пережили Но мы пережили Мы выдержали Более того Когда пришел Владимир Владимирович Путин Страна вообще находилась на краю пропасти Ему удалось повернуть страну Другую сторону Сторону созидания Сторону восстановления Сторону обретения Идентичности И достоинства Этот период При всех противоречиях И критиках Мы этот период Прошли достаточно достойно И этот Не столетний период А вот эти санкции Все это Напоминание о том Что Россия должна работать Россия должна зарабатывать Россия вообще Неминуемо будет Великой державой А чтобы быть Великой державой Надо строить Экономику так Чтобы максимально Мы могли обеспечить Свою Безопасность Свою жизнеспособность Это санкции Они работают Против всех Но при этом Я еще раз говорю Для Дагестана Этой санкции Дает возможность Обозначить На качестве На новом уровне Своё участие В российском рынке Который Все больше Закрывался От нас Это и продовольственный Ринок И промышленный Ринок Сейчас по импортозамещению Мы утвердили Около 80 Видов продукции Которые мы должны Выпускать Мы увеличиваем Производство Сельскохозяйственной Продукции У нас Около миллиона Крупного Рогатого скота Около 5 миллионов Мелкого Рогатого скота Мы Вот я когда пришел У нас было 10 гектаров Парниковых Хозяйств Сегодня у нас 32 гектара За два года Мы за два года Посадили 4 тысячи Гектаров Виноградников Но это тот объем Продовольствия Который необходим Собственно говоря Республике Или же появляются Возможности Для Где-то это необходимо Для республики А где-то это Мы можем Поставлять На российский рынок Для этого Нужно налаживать Технологии Этих поставок Нужны Логистические центры Для этого Надо оказывать Содействие Мы совершенно Забыли О реальном Производстве Мы совершенно Забыли О науке Которая всегда Была сильна Вообще В России Нужна совершенно Другая модель Взаимодействия В том числе С интеллигенцией Привлекая их К разработке Программ Проектному Планированию К разработке И внедрению Новейших Технологий Управления Информационной Системы И так далее И кроме того У нас Очень медленно Продвигаются В производство Мы очень Долго Работаем Мы долго Запрягаем Чересчур Долго Понимаете Это период Сегодня Все сегодня Решается В том числе От динамики Поэтому Вот мы Разрабатываем В Дагестане Торпеда Которые Фактически Работают Только на Своих Изделиях Внутри В замену Той торпеды Где мы 80 Почти процентов Брали Оборудование Из Украины Украина Закрылась Она вообще Закрылась Для себя Прежде всего Закрылась И соответственно Мы уже 24 испытания Провели Эти торпед А все Вот недавно Приезжал Дмитрий Олегович Он возмущался Сколько Это можно Заниматься Дал четкие указания Сейчас на уровне Президента Я думаю Многие вопросы В этом плане Тоже будут Решения Потому что Возможности У Дагестана У страны Огромные И их надо Использовать Давайте подробнее Поговорим Про импортозамещение Вот Ту часть Связанную С продовольствием Мы с вами Коснулись Вот вы даже Коснулись Военно-промышленного Комплекса Что касается Промышленности Какие Заводы И производства Могут рассчитывать На поддержку Федеральных Властей Мы очень хорошо Работаем С Министерством Промышленности Но тут По-моему Тоже надо Определить Конкретные Меры поддержки Вчера было Совещание Владимира Владимировича И он Тоже С возмущением Говорил Что по 22-23-25% Кредиты Для промышленности Никуда Не годятся Значит Мы Должны Думать О Кредитном Обеспечении Вот это Промышленного Развития Откуда Брат Кредиты В основном В основном Да Конечно В основном Вы знаете Сегодня Дагестанские Предприятия Выходят Отказываясь Себе Во всем Вкладывают Промышленность Вот допустим В заводе Есть Кизлярский Электромеханический Завод Значит Где Ахматов Ибрагим Директор Этот человек Самые Трудные Годы Не бросил Коллектив Он Доехал Вплоть до Китая В бегах За заказами Сегодня У него Перебор Заказов В новых Условиях Он даже Делится С другими Более того Значит Он Начал Сейчас Настраивать Производство В городе Каспийский Потому что Кизляр Он уже Выбрал Все трудовые Ресурсы Которые Есть Значит Каспийский Я ему Говорю Вот Я тоже Постараюсь Для тебя Найти Хотя бы 100 миллионов Рублей А что такое 100 миллионов Рублей Для налаживания Производства Для завода Это Это мелочь Никому Ненужная Поэтому Для того Чтобы Нормально Ладить Импортозамещение Нам сегодня Нужно 2,5 миллиарда Рублей Но В течение Года Двух лет Мы вернем 7,5 миллиардов То есть Нужно Мобильнее Работать Мобильнее Работать Потому что Мир Очень Динамичен Значит Я еще раз Подчеркиваю Или Надо Открывать Возможности Для субъектов Доступ К источникам Я еще раз Говорю Зачем Федеральные Земли Нужны В Дагестане Она и так Федеральная Зачем Полностью Надо контролировать Рыбой Что такое Зачем Это надо Федерации Зачем Нам Не дают Доступ К полезным Ископаемым Президент Ставит Вопрос О развитии Регионов И так далее А в конкретике Значит Вот Мы Около 40% Нашего Бюджета Составляла Электроэнергия В Дагестане Сейчас Около 9% Что делают Пострельческие Структуры Годами В Пятигодске По газу По энергетике По другим вопросам Дербанит Экономику Каково Состояние Сегодня Северо-Кавказского Топливного Энергетического Компуса Она доведена До ручки Значит Я еще раз Говорю Я не Ставлю Вопрос О том Что Дагестан Должен Битцов Мне все равно Мне важно Чтобы в государственную Казну Поступало Более и более Налогов В государственную Казну Ну как вы считаете Может в этом Случае Допустим Сыграть Государственное Частное Партнерство Или же Надо переводить Из федерального Ведения На регион Мы придумываем Разные Слова Инвестиционные Там Инновационное Развитие Государственное Частное Партнерство Все это Будет Демагогой Если мы Не будем Обновлять Экономическую Политику Хотя бы В том плане Как это Сейчас утверждено Постановление Правительства По устойчивому Развитию Российской Федерации Если эти Меры будут Реализованы Это уже Есть Движение Сегодня и Руководцы И все понимают Я еще раз Подчеркиваю Нам нужна Более Эффективная Региональная Политика Кто Занимается Сегодня Интеграционным Потенциалом Регионов Есть даже Комиссия Под руководством Шувалова Но Реально Кто Этим Занимается Понимаете Уровень Интеграции Регионов Между собой Находится На минимальном Уровне Так нельзя Это Богатейшая Страна Имеющая Огромный Интеграционный Потенциал Поэтому Нужно Заниматься А мы Куда мы Делим Министерство Региональной Политики В этой Ситуации Когда Именно Это Министерство Должно Заказывать Вообще Многие Проекты По развитию Регионов И Собирание Наших Регионов Мы Создали Отдельные Министерства Да Мы Получили Хорошего Партнера В лице Министерства Северного Кавказа Но Если Мы Будем Вот так По Кусочкам Развивать Страну Все Так Я еще раз Говорю Это Россия Всегда Была Сильна Соборностью И Для Того Что Министерство Консолидироваться В трудный Момент Правильно Вот Надо Консолидироваться Надо Интегрироваться Если Организм Дезинтегрирован Это Организм Не Способен Действием 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 Продолжение следует... Продолжение следует...